Когда человек задумывается, когда размышляет Акль, он понимает, то есть некоторым, иногда нам с вами достаточно «Каля Аллаха, каля Расуль», все, вопрос закрыт, сказал Аллах, сказал посланник, иногда человеку, который далек от религии, ему нужно с точки зрения Акла, с точки зрения разума донести до него. Поэтому Всевышний Аллах Субхану А.Т. говорит про Муширикун Кураиш, про Кураишитов, которые были язычниками, молили одного Аллаха, когда страшно, а когда до суши доплывали, шли и опять поклонялись идолам. Отсюда мы понимаем, какой же перевод, правильный перевод, нету никого, ничего достойного, чтобы ему поклонялись, кроме Аллаха Субхану А.Т. Никого, нельзя поклоняться ни ангелу, ни Джибраилу, ни Микаилу, ни Сарафилу, никому, ни посланному посланнику, ни Мухаммаду Субхану А.С, ни Иисе, ни Мусе, только одному Аллаху Субхану А.Т. Когда мы говорим, всех богов, всех идолов отрицаем, как будто мы говорим, я Мухаммад, ты мой пророк, но ты не мой бог. Я Иисе, ты мой пророк, ты не мой бог. Такой ты, такой ты, такой ты, такой ты там идол, ты не являешься богом. Ла Иллах, нафи, отрицаешь всех богов. Второе, Аль-Издад, подтверждение. Илла, кроме Аллаха, Кроме Аллаха. Поэтому бывает такое, когда мы общаемся, там, скажем, с другими, кто практикует другую религию, они говорят, у вас Аллах, у нас бог. Аллах, это не отдельный бог мусульман, как, скажем, у буддистов Будда. Аллах, это Хадык, Кулешей, творец всего и вся. Даже если взять Аллах, почему, говорит Аллах, ученые объясняют, Аллах, по-арабски пишется, это Алиф, лям, лям и ха. Сколько бы мы не убирали от этого имени, все равно указывает на вахдане, на единство. Алиф убрали, уже читается, лиллях, для Аллаха. Еще лям убрали, лягу, для него. Лям и убрали, ху, он. То все указывает на единство Творца, Создателя, Субханаху, ва Тааля.